Еще один памятник архитектуры, дом номер 11 по улице Юрия Олеши в плачевном состоянии. Коммунальщики не реагируют на обращение жильцов дома. Подробности в сюжете. Памятник архитектуры, дом Чарторышского, построен во второй половине 19 века, находится в плачевном состоянии. На фасаде внутренней части двора появились глубокие трещины. Дыры в крыше с карниза падают обломки камней. Так называемый полисадник явно не украшает двор. Зато главным украшением двора стало, если так можно назвать, паслеями, которые после себя оставили здесь коммунальщики, меняя трубы. Работу свою сделали тяп-ляп, наскоро засыпав ямы мелким гравием. А оставшиеся мешки бросили прямо во дворе. Само асфальтное покрытие, если это так можно назвать, потрескалось и деформировалось из-за того, что много раз заливалось слоями бетона. Выкопали, бросили. Там у нас лежит человек с инсультом в этой пристройке. Ему пройти здесь, представляете, он ходит так же само, как я с палочкой. Бросили, вот этот цемент бросили с керамзитом, он весь уже, сами понимаете, дожди были. Два месяца уже. Парадную вот эту вот делали за свой счет. Вот это, видите, облагоустроили, потому что тут все было обсыпано. Так они когда здесь вот прокладывали канализацию, так они еще все заляпали, мы потом еще перекрашивали и опять мыли. Шифер почти полдома поменяли за свой счет, потому что вообще текло, уже балки ложились. Более того, еще обещали, что, ну, перезачтут, хотя бы за материалы перезачтут в счет, это ничего не сделали. Депутаты на предыдущих выборах, они себе в заслуги записали, что они здесь облагоустройство двора сделали. Устав ждать помощи от города, жильцы дома пытаются по возможности своими силами отремонтировать и облагородить дом, убирают мусор. Хотя, как известно, все это входит в обязанности коммунальщиков, но они, как всегда, переложили свою работу на плечи самих жильцов. Впрочем, не возмещать затраты жильцов на благоустройство двора – это привычное дело коммунальщиков, да и не выполнять свою работу тоже.